всем привет дорогие друзья мегабольная лига чемпионов снова на наших экранах и нас вами ожидает сегодня интереснейшее противостояние таких команд как аргентина и динамо кейв для тех кто считает аргентину фаворитом в этой игре хочу сказать что вы наверняка упустили тот факт что динамо кейв всегда в риге чемпионов у аргентины выигрывала возможно даже была мещера или я путаю но аргентина точно никогда не выиграла у динамо кейв и поэтому сегодня будет очень сложно стартовый состав как я вижу уже в нашей мегабольной площадке за команду аргентины которая будет играть в красных футболках играют два нападающих на вратарях у артинов и винас акампус и в опорной зоне павлов и два нападающих у динамо кейв это гаммакс и трилл на вратарях декея и дефон и в опорной зоне играет промас на бравимовича стартует у нас игра видим что аргентинов забирает мяч под себя на первых секундах у артинов яростно вот так начал эту встречу трилл зажал пушен прокинул мяч по борту ну пока динамо кейв оттерил такой же безопасной атакой какую провела аргентина на первых секундах у нее опасно и голл друзья 30 секунд потребовалось динамо кейв для того чтобы уничтожить планы павлова насухарь в этой встрече давайте посмотрим что там вообще происходило мартинос гаммакс вот тут в опорной хорошо подключился к атаке уже даже успел нажать кнопку красава но все таки я не разобрал кто же в этом мячем виноват ну что нам здесь за сюжет павлов бросил штангу ну видимо захотел идти на мяч промас подключился в атаку всяко видите как-то динамо кейв это очень сыгранные ребята давно они играют вместе и тут бросились на мяч сейчас надо посмотреть еще раз сначала губол пока сложно выделить у меня виноватого но вроде бы так смотрим с самого начала мартинос первый на мяче пытается его выбить выбивает тут пока все делает правильно но мартинос пробежал пробежал не долетел до мяча соответственно мне кажется в этой ситуации он уже выбить не сделал это значит не накрыл не накрыл нас нападающий и тем самым 1-0 на табло знаете когда в большом футболе происходит стартовый гол то все начинают думать что вау вау будет круто будет очень много уголов в этой встрече а потом заканчивается глач тем что 1-0 так и остается ну надеемся что в нашем мегабоним комьюнити такого нету и уголов сегодня будет больше чем 1 аргентин ну и хорошо мегабоним оправдан успевает закрыть угол мегабоним отбор со стрелом павлов отмечается к атаке хорошо климати сейчас пытался убрать соперника не получилось слишком давно нажал кнопку пши Вартинес пасует Павлову, Павлов завязался мяч в центре поля. Хорошая атака от Аргентины, Линес там что-то придумывает. Вартинес чуть пораньше ударить мячу, Павлов будет поднимать. Поднял рискованно, но задуманное это сразу совершилось. Приил хорошо, Линес накрывает, Галакс, Линес. Очень много возникло в центре поля. Это говорит о том, что неплохой уровень соперника сегодня. Команды топ уровня должны комбинировать центры и перейдеть в центре поля. Такими сражаться треугольниками. Кто посмелее, кто понаглее. Кто посмелее, кто понаглее, тот и будет чаще находиться в атаке. А это дополнительные головы. Хорошо, у них не засыпается. Ой, тут опасно, очень яростно атакует Аргентина. Тут конечно понятно, что команда проигрывает. Трил хорошо потащил мяч по борту, все правильно сделал. Павлов, Промос подключился. Промос поднимать не стал. Ну, Динамо Кейфу должен делать вот атаку. Марсинус. Галакс. Линус. Таким фонатинсом я сейчас напоминаю, что команды очень одинакового стиля игры. Не одного уровня команды и стиля игры очень похожие. Ну, надо сказать, что Динамо Кейф это коллектив, который играет очень давно. Я уже говорил об этом. Играет давно, сыгранные ребята. А вот Аргентина команды существует тоже очень давно. Ну, вот такой состав, конечно, вообще... Я вообще удивлен в виде какой состав в Аргентине. Мне непривычно. Непривычно что там нет у меня. Линус. Линус. Промос. Немножко... Смогли Динамо Кейфу перевести дух после какого-либо яростного натиска Аргентины. Смогли... Выбрать их. Отмечало и опасность. Это неуверенность. Сейчас было. Павлов смогли и на мяч подойти. И видеть его, что он своим углом головы на какую-либо сторону. В результате был очень опасный прострел. Павлов. То есть неприятная ситуация у Павлова. Разруливает он здесь все. Ну что ж, остается у нас буквально 30 секунд до окончания первого тайма. Да, все-таки Аргентина считалась фаворитом в этой встрече. Первую игру они выиграли очень... для такого клуба, который пошумел в прошлом сезоне. Линнес радоватый. Растался с мячом. Ганукс слушает игру. Линнес была хорошо. Продавочка под конец первого тайма. Еще попытка продавки не упала, что он застоялся. Видимо не увидел, что осталось буквально пару секунд, и можно было просто нырнуть в атаку с головой. Протянуться в эти события. Почувствовать себя нападающим на поле. Все-таки опорники любят. Когда им можно так хорошенько треснуть на мячу и забыть об обороне. Или красиво как-нибудь подключиться к атаке. Пробежать на скорости и ударить. И забить еще. Любят опорники и голы забивать. Но почему-то играют не нападающих. Как это говорить? Как это понять? Топорники любят забивать голы, но играют в опоре. Странно. Ну что ж. Мы видим, как уверенно Вилд Ворон вытранул на поле. Сейчас ребята должны поменяться сторонами. Аргентина теперь будет играть в синих футболках. Команда соперников красных. Интересно, они друг другу новые. В комплекте форму выдали. Или просто поменялись грязными, потевшими шортами, футболками. Просто в директоринг тайминг. Ну ладно, это мы после мальча спросим. Мне остается Линус. У нас камнячки будет наблюдать. Заброска эту встречу. Ой, опасно мы сейчас в Вердалаке. Да, Вердалак тоже выходит на поле в команде Динамо Киев. И он сейчас мог уже хорошо пострелить. И опасный Галлэс. Промыс. Хорошо, опасно у Вердалака. Вердалак. На самом деле я не понимаю эту замену в команде Динамо Киев. В Аргентине все правильно. Правильные замены. Чем основана нам Динамо Киев? Хотелось бы прочитать ответ вот этой команды в комментариях. Потому что как вы рассуждали перед тем, как сделать эту замену? Аргентина в первый этап проигрывала. Динамо, мне кажется, даже больше времени находилась на половине поля соперника. Потому что там был один аргент, который очень сильный, очень мощный. Но Динамо все разгрулило. А вот. Беспромость. Немножко запутал за сторонах. А вот что это была за замена Динамо Киев, когда вы выигрываете? Зачем делать замену? Во-первых, у команды соперников уже сделала замена. Игра уже будет другая. Зачем вам не иметь свою игру для этого? Вы же рискуете. То есть вы не понимаете, вы не знаете, как пойдет игра дальше. О-о-о! Панско попал. Хорошо подключился до себя по атаку. Но мяч, к сожалению, полетел не в том направлении. Сколько мы видели таких голов. Когда опорник подключается, бьют и мяч взлетает в ворота. Все-таки в другом направлении. В этот раз он полетел. Вардолаг. Людворон. Да, и опасно. Мартинус и Людворон сейчас чуть не стали замыкать. Ладно, опасный ответ. Эх, Павлов. Опасно. Да, это было. Друзья, просто не знал, что за какой момент усыпь, надеюсь, ухватиться. Надеюсь, столько ошибок было сейчас в этом эпизоде. Давайте мы с вами глянем. И поругаем за все косяки, как здесь можно было. В такой момент так можно было поступить. Почувствовать себя. Топом. Безмолом. Вот вроде будет хорошее вздвоение было от Ворона и Мартинуса. Вроде бы обычный контратак. Он упал. Слишком неправильно пошел этот мяч. И сейчас я остановил на каждом моменте, где была ошибка. Павлов. Смечел. Вот здесь два нападающих пытаются замкнуть мяч, но подошел. Вот. Не под тем зонами. Кому-то на столейке побежал. У тебя же нападающий сверху и при таком сдвоении мяч летит наверх. Что, в принципе, и произошло. Иначе можно было полететь туда несколькими путями. Ну и здесь тоже фото моментов, где можно было по-другому пройти на мяч. Такое ощущение, что у нас табелька играет охотно. и неправильно им действует. 2-0. Вот так вот у нас фавориты проигрывают. А Динамо Киев. Наверное, Аргентина, наверное, очень удобный соперник для Динамо Киев. Да, я знаю, что раньше было огромное количество турниров, где Аргентина просто всегда переигрывала своего соперника. Практически всегда, в большей степени. Поскольку это очень активные команды, они принимали Ворон за рука, и нет, не получилось. Они, в принципе, принимали участие в кучу дополнительных турниров. Там, я помню, Аргентина, в который я играл, там было и по 13, по 15 дополнительных турниров. Там постоянно по 2-3, а то и бывало бы 4 тура в день. Но и Динамо Киев тоже очень активный. И в большинстве случаев всегда выигрывала Аргентина. Но вот в Лиге Чемпион на самых важных встречах всегда сильнее оказывалось в Динамо Киев. Павлов. По второму тайну игра поменялась. Аргентина стала намного больше атаковать. И вот тут все-таки этот элемент замены мне интересно узнать. Ну да, как Динамо забило голову, ведь это у него не произойти, но у него трудная ситуация быть. Аргентина, это Вильд Морон усилил игру? Или же Вардалак ее ослабил? Хотя как можно говорить, что он ее ослабил, если команда играет без грубейших ошибок и все это делает так, как можно. И сушит игру где нужно, терпят, в депе спокойно. Сразу стрибит на эту атаку. И за 2 минуты до конца второго тайма ведут в таком ударном просчете. Преимущество имеет 2 гола. Вардалак опасно. Чуть не продвинул мяч между опорником и нападающим. Павлов сразу зажал в уши. Дальше пытался перейти трикером. По-моему, запереживал из-за того, что слишком долго находится мяча. И что? Это 3-0. Но это ошибочка у нас от спорников. Причем-то я даже чуть-чуть раньше обратил внимание на неправильные действия. 3-0. Преимущество Динамо Киев стало еще больше, еще увереннее. 3-0 счет хороший. Вот мне нужно провести вот эти последние секунды в атаке. Хорошо-хорошо давит. Ой, как жарко сейчас в обороне Аргентины. Если пропустят, то это геймонер. Курдалак. Промос. Ну, Промос уже видел. Видел, что заканчивался второй тайм. И побежал вот так вот. Да, посмотрим, что у нас сейчас произойдет. Ребята снова должны поменяться сторонами. И я вижу, что Станец выбросил на поле. Значит, Паул садится. Ну что ж, 3-0. Кто мог ожидать, что будет такой счет? У нас Промос. Промос идет. Он борется с засухарь в этой спече. Пожелаем удачи опорнику. Я люблю, когда опорнике удается стоять на ноль. Это такие очень достаточно редкие события. Не всегда успеется сыграть на ноль. Но хоть одну банку за три тайма. Либо ты сам пропустишь и приведешь. Тебе забьют. А еще такие команды, которые играют. Если брать фаворитом. Тряча какого-нибудь. И заранее известно, что команда сильнее. И взять команду, которая, известно, слава заранее слабее. То обязательно в этой славной команде заведет какой-нибудь красивый гол. Хватил гол. Либо там будет какая-нибудь крутая продавочка. Либо там будет какое-то крутое комбо. Но в команде, которая считается послабее, они всегда заведут какой-нибудь классный гол. Ну что, Станис у нас поменял Пазлова. Видимо, он поругает его. Он поругает его после этой встречи. Если честно, мы должны возбудиться нападающие Аргентины. Потому что... Ой, какой гол! Ворон забивает хорошо. Хорошая комбинация. 3-1 становится счетом. Да. Ребята, какие-нибудь нападающие точно должны были возбудиться. Потому что, если Станису еще придется играть одному только в троих, то потом всех просто разорвет на кусочки. Динамо Кей проводит. Находится на половине поля соперника. Для них это сейчас очень важно. Вообще, нужно сделать... Ну, ее 3-2 становится счет. Как быстро Аргентина сокращает это преимущество Динамоцев. Да? Выход Станиса не решал. Команда реально воспрела духом хорошо. Сейчас Станис пробивал. Но... Хотел сказать, что Аргентина сегодня играет без моего основного нападающего, главного задрота. Клуба. Это разорди его. Но это такой стиль управления Станиса. Он всегда дает поиграть всем. Хотя по тайнику или по мальчику. Ну, если вы... Ой-ой-ой. И все... Рушится надежда Аргентины прямо на глазах. С 4-2. Там на место счет. Давайте мы с вами разберем этот момент. Что мы там не делаем. Что же у нас не давать. Посмотрим атаку более сначала. Станис. Мы все-таки довел пазл до Ворона. Что Ворона проиграл Борт. В принципе, за это уже... Офоник может стоять в себя в вину. Если он двух не давать. Скажет, что одну подачу проиграл Борт. И точно такой же гол мы с вами на Блиндайм. Как-то так Аргентина пропустила в первом тайме. Точно такой же. Кто дигналат там? Я не сказал, кто не давать. В этом себе не получает. Залукавит у нас. Как-то дигналы Киев. Заигранный... 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 Заигранный коллектив. Они снова сплотились. И втроем. Удар. 3-3 голов. Назовем его так. Зарешал в этой встрече. 4-2. Они снова... Получают комфортность. Это преимущество. И все-таки, наверное, это Ворона там. Раз. Выкосячил. Ну что ж. А вы думали так легко? Вы тут играли именитый клуб. Где вы считались аутсайдерами. И то есть вас не хватит играть тех, кто считается аутсайдером в этой встрече. Хотя я бы подчеркнул, что я дигналы Киев ни в коем случае с аутсайдерами в этой встрече бы не считал. Потому что я прекрасно знаю, как эти коммеди друг с другом играют. Ворона уже напасть на нападающего. Правильно. Ну что ж. Попытаюсь сейчас искать какие-то ошибки у коммеди проигравших. Попытаюсь. Ворона убивает. Станис убивает мяч. Ярко посидел он в дефе. И так. И так. И так. И так. И так. 2 минуты 49 секунды окончания 3-го тайма. Ворона все еще нужно много полагается или заброситься на нападающего. А потом я бы сам справился. Можно сейчас что-то срочно придумать в Аргентине. Потому что если не сейчас, то дальше уже будет сложновато. Ворона хорошо растанется. Немножко не получается направить мяч куда он хочет, он останется выбирать борт, хорошо. Вот тут можно было прокинуть мяч между двух игроков, он опять станет выбирать борт, кидает ему вору в атаку, вору хорошо, пас настанется, станет возвращает вору. Это можно было через морс играть, мне кажется, это немного лучший вариант вору, мешает шелковник, это у меня шелковник, линус. Хорошо, тут запитывание получается в Аргентине, ой какая мощная продавца, Аргентина в каждую секунду, ой опасные комбы сейчас было, могло быть, нет, у нас были комбы, комбы были опасные, и конечно опасные. Аргентина заращивает нахер, вилд вору хорошо, но время-то тикает, дедовый кейб терпит, депе, линус забирает мяч у борта, гамбус отвел мяч в угол, да, никуда не торопится, дедовый кейб, считает каждую секунду. Даже не знаю, кому сейчас сложнее, для тех, как команда, у которой шансы ставит, и команда, которая ставит силу вселить в дефе столько времени, минуты четыре секунды до кончания третьего тайма, должен манчать. Потому что для главочного времени взяться нету хорошо, да, их в отличие, но все-таки Станис туда усилил игру, но мы видим, что вот золото это все происходит, Станис туда не вытяните за нападающим, сейчас зачем ты бежишь за своим нападающим, который бежит к ничему. Это федеральная роль нападающего в этот момент, а там длин, чужой водопад. Ролос, линус. Выходим 25 секунд до кончания встречи. Станис поднимаем. Почему? Он не поднимает. Станис еще раз. Линус попытался получить продавочку? Нет, Станис, можно бывает. Прогнутого поднятия, чтобы не подлететь на нитро к ничу снизу. Могут его на вес, чтобы разобрать комбинацию, но почему-то этого не произошло. Выходят на последний кандидат Макеев в контратаку. Времени у них не хватает. И что же, заканчивается эта встреча. Вот так вот, друзья. 4-2, Динамо Кейв выиграла сегодня. Поздравляю вас с этой победой. Очень важные для них 3 очка. А что ли будет дальше? Ну что ж, а мы с вами скажем спасибо Мегаболу за счастливое детство. Именно благодаря ему мы прогуливали школу и сохранили совосности от киски чужими местами. К сожалению, у нас не смотрит ни одна дама. Это драма. Да, я много ругаюсь. Матом прости меня, мама. Мегабол. Игра элегантна. Жаль тебе скоро наступит конец. Это правда. Ну и ладно. Хорошего сезона всем тем, кто поставит лайк под мой коммент. До скорой встречи, друзья. До свидания. До свидания.